Приветствую всех на очередном прохождении по GTA 3, это уже будет пятая серия моего прохождения на канале. У меня для вас есть также несколько новостей, несколько новостей, две новости хорошие и вторая новость так себе, не очень хорошая, но и не очень ужасная. Короче, первая хорошая новость это то, что я чуть-чуть поднастроил Sky GFX и теперь у автомобилей есть красивые отражения в реальном времени, то есть отражаются объекты и так далее, что добавляет довольно-таки красивый визуал. Это первая хорошая новость. Вторая хорошая новость, я также вроде как разобрался с тем, что был такой желтый оттенок, возможно вы видели на предыдущих видео и также была вода, она могла мерцать, как-то непонятно, то желтый, то синий. Вроде этого не будет, сейчас я это и проверю. И следующая плохая новость будет не очень хорошая, но о ней расскажу, когда мы найдем, зайдем точнее на маркер. Сейчас буду проходить миссию за Джоу и Леоне. Бегство. Классная будет тачка, да? Итак, слушай, достань тачку получше и езжай к убежищу на Сент-Марк, где подберешь моих друзей. Они решили взять банк и им нужен водила. Я замолвил за тебя славичко, так что не просри все. Отвези их к банку до пяти часов и не минутой позже. Так, мне необходимо взять тачку и отвезти друзей, Сальватор и Леоне хотел сказать, Джоу и Леоне на ограбление в банк. Так, я остановился до катсцены на том, что хотел сообщить не очень хорошую новость. Не очень хорошая новость заключается в том, что видео с прохождениями на моем канале не заходят. YouTube их абсолютно никак не хочет продвигать, рекомендовать и так далее. Они набирают крайне мало просмотров и это не очень хорошая новость. Но, скажу так, меня это ни капли не расстраивает, потому что хоть кто-то смотрит. И судя по активности, людям это нравится, пишут хорошие комментарии. Раз так, значит, мне этого уже достаточно. Спасибо всем тем, кто смотрит эти видео по прохождению GTA 3 и пишет хорошие комментарии. Большое спасибо, ребят. Мне это прям очень помогает. Сейчас мне нужно взять миссию и меня прессуют копы. А розыск нужно как-то скинуть. Все как всегда, в общем, все идет не по плану чуть-чуть. Итак, розыск пропал. Все, беру чуваков и поехали. Вот такие красивые красавцы в масках садятся ко мне в тачку. Еще знаете, что хотел сказать? Хорошо, по главной так по главной. Хотел сказать вот что. Я решил, что я не буду проходить телефонные миссии. Они доставляют огромное количество боли и тратят много времени. В плане того, что перепроходить их и так далее. Плюс сейчас уже все банды по мне палят. Короче, решил я их не проходить. Будет только сюжет. Вот как-то так. Все, короче, начинается ограбление. Сейчас мы быстренько ограбим банк. И вернемся на вазу. Так, мы одного потеряли в банке. Он остался там. У меня три звезды розыска. Копы уже обезумели. Поэтому... И триады тоже. Поэтому мне нужно быть аккуратным. Так, одну звезду я скинул. Сейчас я заеду быстренько в Paint Spray. Прокачусь вот тут. Четко так прошел прям. Сейчас заедем в Paint Spray. Скинем розыск. И поедем на базу. Насчет телефонных миссий. Не знаю, ребята. Напишите в комментах, что думаете по этому поводу. Их вообще по-хорошему нужно либо проходить отдельным каким-нибудь видосом. Либо забить на них. Ну просто я не вижу смысла как-то мешать их. Как я вот делал в предыдущих видео. Поэтому будем без них. Все. Миссию мы прошли. Довольно-таки быстро. И сейчас поеду проходить уже Сальваторе Леоне. Телефон. Не смотри на меня так. Проходить тебя не буду. Сальваторе. И что-то мне подсказывает. Так как других миссий уже нет. Что эта миссия за Сальваторе будет последней. А так это или нет, мы сейчас в этом убедимся. Точнее проверим. Итак. Последняя просьба. Да, это последняя миссия. Да это же мой лужичительщик. Я горжусь тобой, малыш. Ты выбил дерьмо из этих свиней. Но выполни еще одно маленькое задание, прежде чем мы отметим победу. Рядом с клубом Уиджи стоит одна машина. Внутри нее все залито кровью. Мы отправили одному парню мозги, но получилось не очень аккуратно. Отгони машину в утилизатор, прежде чем копы найдут ее. Очередное задание получено. Мне необходимо, значит, так, аккуратнее, забрать машину и типа ее утилизировать. Это не все, конечно, так, как он сказал. Не все будет так. Он немного обманул Клода. Но спойлерить я пока не буду. И сейчас вы все, собственно, увидите, что будет дальше. Сейчас мне только аккуратно бы доехать. Итак, пришло сообщение Пейджер. Это Мария. Это машина. Ловушка. Давай встретимся южнее моста Калахан. Короче, сейчас теперь я могу рассказать. Сальваторе, как последняя крыса, хотел убить Клода. То есть за все те добрые дела, которые Клод для него сделал. Ну, как сказать добрые, в кавычках, да? Ну, те дела, которые были нужны Сальваторе. Клод для него выполнял все эти задания. А Сальваторе вот так хотел поступить с Клодом. То есть просто его убить. Однозначно, крыса. Послушай, Сальваторе думает, что у нас роман, поэтому он заключил с картелем сделку и заложил тебя. Я не могла этого допустить, ведь тебя бы прикончили. Это была бы моя вина, потому что я сказала, что мы были вместе. Я сама не знаю, почему я это сказала. Похоже, теперь за нами будет охотиться мафия. Я уже устала от этих убийств, от этих рек крови. А это моя подруга, моя старая подруга. Это Асука, она из тех, кому мы можем доверять. Пойдем, хватит уже болтовней. Нам лучше убираться отсюда, пока не появилось еще больше чокнутых итальянцев, желающих не очень дружелюбных встреч. Единственное правильное решение, поменьше болтовней, просто свалить отсюда. Раз такое началось. И это, собственно, момент, когда мы переезжаем на новый остров. И теперь все дела будем вести исключительно там. Ну, конечно, мы еще вернемся на первый остров. И даже сейчас, очень скоро, но об этом чуть позже. Благополучно я припарковался. Нормальный вид такой. Нам с Асукой нужно кое-что обсудить. А ты пока можешь что-то смотреть. Тебе нужно место, где ты бы мог залечь. На углу Бельвеля есть склад, в котором есть все, что тебе нужно. Приходи сюда, когда будешь готов. И мы обсудим с тобой кое-какие дела. Окей. Сейчас кое-что скажу, на что меня натолкнула одна мысль. Короче, смотрите, видите вот эти здания? Они очень похожи на один из районов GTA 4. Тоже подобные есть. Но это же тоже Liberty City. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю, кто играл в GTA 4. Итак, пойдем проходить миссию за Асуку. Сайонара, Сальваторе. Нам нужно кое-что прояснить, прежде чем мы начнем налаживать какие-либо отношения. Деловые они или нет. Давай раскрываем карты. Я из Якудза. И я знаю, что ты работал на семью Сальваторе Леоне. Я могу дать тебе работу в нашей организации. Но сперва тебе придется доказать, что ты на самом деле порвал связи с мафией. Сальваторе Леоне выйдет от Луиджи примерно через три часа. Сделай так, чтобы он не добрался до дома живым. А пока что мы вспомним с Марией новые времена. О, а скука? У тебя новый массажист? Это не массажист. Итак, в общем, теперь мне необходимо убить Сальваторе Леоне, отправиться в район Красных, квартал Красных Фонарей. Короче, нужно будет приехать. Так, тихо, новость. Короче, мост починили, пацаны. Вот что. Итак, мне нужно отправиться к клубу Луиджи и убить Сальваторе. Дождаться, когда он приедет. Но перед тем, как я это сделаю, мне нужно купить кое-что. Без чего я просто себе усложню работу до невозможности. Наверное, я не знаю, честно, альтернативных способов, как можно пройти. Но я уверен, что можно, но будет это гораздо сложнее. В общем, едем к Луиджи, клубу Луиджи и ждем Сальваторе. Ждать мне его аж до 19.30. То есть еще два игровых часа. Примерно около пяти минут. Вот. И я вас, конечно, томить таким безумно долгим ожиданием не буду. Сейчас я доеду. И включусь только, когда уже, собственно, будет подъезжать Сальваторе выходить из клуба. Вот сейчас только такого не нужно. Мне бы доехать аккуратно, а не вот это вот все. Хорошо, что ничего такого не произошло. То если бы я там где-нибудь застрял и не смог бы вылезти, было бы не очень. Пока я не доехал до клуба Сальваторе... Клуба Сальваторе... Клуба Луиджи... Можно, не знаю, тут покататься, еще что-нибудь поделать. Я придумал. Пока я еду до клуба Луиджи, напишите в комментариях, какое было ваше первое знакомство с GTA 3 и как давно это было. Так, я приехал к клубу Луиджи. Мне необходимо будет ждать полтора игровых часа. Поэтому, собственно, я отключаюсь пока. Для вас пройдет секунда, для меня же пройдет немного больше. Итак, друзья, для вас прошло совсем чуть-чуть времени, а для меня прошло довольно-таки много. Я уже не знал, чем занять себя. Итак, вот едут прихвостни Сальваторе, точнее его охрана. Пошел еще сильный дождь. Короче, сейчас они приедут. Мне нужно занять позицию, успеть занять позицию, для того, чтобы подготовить свой план возмездия. Так, я надеюсь, только сейчас главное не закосячь, потому что когда такие ответственные моменты, начинается всякая дичь. Так, я встаю вот здесь, то есть повыше, чтобы мне было отлично все видно. И сейчас Сальваторе будет выходить, и мне нужно будет его убить. Я раньше вставал на крыше, которая левее. Сейчас я когда все сделаю, вам покажу. Так, я волнуюсь, аккуратно. Отлично, 25 тысяч я получил. Короче, я вставал вот на этой крыше. Но почему-то, всегда, когда я тут оказывался, как только Сальваторе выходил, они полили контору, что я здесь нахожусь, и начинали стрелять, а Сальваторе быстро садился и уезжал. Поэтому, кто так будет делать... Ты что, охренел, стреляешь в меня? Кто так будет делать, я вам не рекомендую это делать, потому что, ну, придется заново проходить, он быстро садится в тачку и уезжает. Догнать его, короче, не получается. Все, поехали за следующей миссией, косуки. Ну вот и все, в принципе. Смотрите. Смотрите, кстати, также напишите в комментариях, то, что как вам вот такие отражения у машин, которые, то есть я сделал с KGFX, подправил немного конфиг. Напишите, что думаете. Чуть позднее, кстати, я залью это исправление в сборку, которая была, тоже ее подправлю, чтобы не было тех косяков, которые были ранее. Я думаю, нужно сменить тачку. Возьмем вот этот стейлион. Так, не уйти. Вот как так? Я же уже уехал. Вот почему? Ну, собственно, ты чё, чувак? Чуть гранату в него не кинул. Вот зачем тебе было ко мне лезть, если ты знал, что стоит мне в тебя выстрелить, ты сразу убежишь. Так, едем к Асуке и будем проходить следующее задание. Посмотрим, чё она выдаст на этот раз. Ещё бы хорошенько... Ещё бы, конечно, хорошо было сохраниться, сохранить прогресс и посмотреть новое жилище. Но, я думаю, в следующий раз с тобой хочет побазарить король Куртни. Ну, короче, телефонные миссии меня заманивают туда, да? Чтобы я пытался их проходить. Но, ребят, не хочу пока. Вот не хочу. У меня есть такой горький опыт с прохождением уже телефонных миссий. Они мне как-то не заходят. Поэтому пока будем без них. У меня 99 брони. Покупать мне ничего не надо. Крутой трюк вышел, да? Всё, берём следующую миссию и начинаем. Под надзором. Смерть Сальваторе очень приятная новость. Ты отличный киллер. Мне нравятся такие парни. Это мой брат Кэнджи. У Асуки до тебя есть работа. Но как только ты освободишься, загляни ко мне в казино, и мы сможем поговорить. Кэнджи, как всегда, тянет руки к моим игрушкам. Мои люди в полиции сообщили, что ФБР установило наблюдение в ключевых точках города. Мы не успеем с кем-либо связаться, чтобы избежать обвинения. Разберись с этими шпионами, но будь осторожен. У них всегда есть подкрепление. В этот раз нам необходимо разобраться с шпионами, которые следят за Клодом. Я так понимаю, это та миссия, где нужно будет убить всех, которые будут в парке, там что-то на здании стоять. НПС. Знаете, что хорошо? Хорошо то, что у меня есть снайперская винтовка, потому что она мне безумно поможет. Потому что без нее эту миссию, ну, можно пройти, но сложно. Вот здесь тоже такой момент, что одного я вижу, можно, да, предположить, а второго нет. Вот где он? Где-то здесь он рядом стоит. И не хочется туда заезжать, знаете ли. Обычно он хоть стреляет, что можно понять, где он находится. Сейчас его нету. Что делать? Что, заезжать? Ну, давайте заеду с этой стороны, посмотрю. Просто снайперку тоже не хочется сильно тратить. Так, ну отсюда вроде его видно. Ну да, вот он. Все, отлично, снял его. Едем на следующую точку. Так, ну-ка, отойдите, ребят. Так, я уже, кстати, стал забывать про этот мод, что можно карту посмотреть вот так в зуме. Так, едем сюда. Тут поближе будет. Очень удобный мод, кстати. И очень красивое отражение. Так, ага. Эти, значит, сидят в машине. Так, а что у меня еще? Я могу, в принципе, и с этой темой их завалить. Давай я попробую с этой. Блин, что-то не хочет он, слушай. А нет, хочет. Так, я беру у них калаши. Они мне в будущем пригодятся. И мы едем уже на следующую точку, получается, где будут стоять чуваки на здании. Опять же, снайперка, вот всегда советую иметь снайперку, потому что много подобных миссий, в которых она просто незаменима. Встанем здесь подальше, чтобы меня не могли попасть. И приступим. Так, а что, никого не видно, что ли? Ой, блин. Что-то я даже не увидел, как я... Что тут что-то есть. Так, ну давай с верхних начну. Потому что они сами такие. Вообще здесь у этих балконов, где стекла, точнее. Ой, блин, нифига, он меня попал, прикиньте. В них нет коллизии, поэтому можно, в принципе, стрелять спокойно. А что, еще кто-то есть? Я раньше просто думал, что через них нельзя попасть. Отлично. Миссию я завершил и получил пятнашку. И еще здесь, кстати, рядом кенджи сразу. Короче, я предлагаю по времени еще успеваю пройти эту миссию за кенджи. И на этом, я думаю, серию можно завершить, чтобы сильно уж не делать длинный. Освобождение канбу. Мне нужно украсть полицейскую машину, потом приехать, я так понимаю, в какой-то полицейский участок и кого-то освободить. Так. Вот когда не надо, полиции много. Вот сейчас бы еще полицию найти, тачку полицейскую, сходу. И было бы отлично. Угу. Никто пока не видит, да, полицейской машины? Так, так, так. Вот, вот, вижу полицейскую тачку. Стой. Мы сейчас сделаем вот так. Все, теперь можно садиться. И уезжать. Мне сначала нужно будет тачку начинить с взрывчаткой. Угу. Нет, я тут не поеду, потому что там объезжать долго. Значит, ну тут уже, как всегда, по теме GTA 3, война между бандами. Мне необходимо... Да что же вы так ездите-то все? Мне необходимо сейчас тачку подготовить под взрыв, а потом уже ее, собственно, подогнать куда нужно и взорвать. Давайте это сделаем аккуратно. Потому что она у меня что-то поддымливает. Не хотелось бы ее сейчас повредить. Копы у меня еще на хвосте. Странно. Ну и починить я ее, к сожалению, тоже не смогу пока. Потому что полицейские машины нельзя чинить. Перекраски. Так, отлично. Теперь вали к полицейскому участку. Окей. Всегда думал насчет пейнт-спрея, почему нельзя просто чинить машины полицейские, но при этом не перекрашивая, ничего с ними не делая. Но это уже как такая особенность традиции GTA 3. GTA 3 и GTA вообще в целом. Поэтому с GTA 3 это пошло. А может и в других GTA так было. В первой, там во второй. Не знаю. Так, я чуть не туда поехал. Как я думаю, у нас также будет розыск. Когда я все сделаю, все, что от меня требуется. Поэтому нужно как-то будет... А это что за чувак? Смотри, стоит. А, мне показалось, что это вообще какие-то левые, которые хотят что-то со мной сделать. Ну ладно. Так, берем машину. Все, теперь надо убежать успеть. Короче, я беру эту полицейскую машину. Отлично, она открыта. Та сейчас взорвется. И мне нужно взять вот этого чувака. Все, давай, беги ко мне. Там ничего нет прикольного? Вроде ничего. Копы уже здесь. Копы тут как тут. Блин, там пакет был. Ну ладно. У меня получается три звезды розыска. И мне сейчас нужно взять вот этот Сентинел. Чтобы я его мог спокойно перекрасить. Давай садись. Эй, что за фигня? Вы видите, что происходит? Что за фигня? Ну короче, типа он сел, да? Ну вы видите, да? Там дверь открылась. Вот это прикол. Ну я надеюсь, мне миссию как бы засчитается, будет нормально. Интересно, интересно. Я с таким... Такой первый раз увидел. Я даже не знаю, с чем это связано. Модификациями или вообще это глюк игры какой-то? Ну ладно. А как катсцена будет воспроизводиться? Ну, такое себе, если честно. Так, я уже довольно-таки близко от пейнт-спрея нахожусь. И вот-вот я уже буду в нем. За мной полицейский вертолет летит. Правда, он в текстуре здания. Ну ничего. Так, ну он у меня так и не появился. Хотя я думал, может как-то появится, когда я перекрашусь. Ну ладно, главное, чтобы он в катсцене был, чтобы красиво было. Ого, тут у них собрание. Чтобы в катсцене он хоть присутствовал. Я считаю, эта серия прям получилась такая нормальная. Когда все с первого раза проходилось, мне прям это нравится. Не люблю перепроходить миссии безумно. И тратить на это время. Так, астань. Аккуратно. Я почти приехал уже. И это прям отлично. Ну что, посмотрим, будет он сейчас в катсцене или нет. Ну вы поняли, да? Смотрите, никого нету. Ну капец, блин. Не очень вышло. Тридцатку я получил за это все дело. Короче, я пока еду. Куда я еду-то? Да, я еду пока сохранятся. И знаете что? На этом я предлагаю серию завершить. Всем, блин, огромный респект, кто смотрит вообще в целом эти серии, потому что они безумно мало набирают на самом деле. И я это делаю вот чисто на энтузиазме, то, что мне это нравится. Хотел всегда пройти GTA, на канале своем. Все, увидимся в следующей шестой серии. Спасибо всем, кто смотрел. Кто напишет комментарий, тем вообще отдельное спасибо и респект просто, ребят. Все, давайте. Всем пока.